И сегодня поговорим о 10-рублевых монетах, их принято чаще всего называть империалы. Происходил свободный обмен золотых монет на серебряные, но до наших дней дожили. Здравствуйте, вы с вами на канале Заметки Нумизмата. Говорим о золотых монетах и сегодня поговорим о 10-рублевых монетах времени и Николая II и Александра III. Именно монеты времени Александра III, вновь появившиеся в 1886 году портретные банковские монеты, номиналом 10 рублей и принято чаще всего называть империалы. Конечно же, слово империал применялось и крайне выпускаемым 10-рублевым монетам, но в их выпуске долгое время не нуждалась Россия. Выпускались в основном полуимпериальные 5-рублевые монеты. И только лишь после перехода на новый стандарт монет в 1886 году, монеты теперь по весу соответствовали полуимпериальные 20-франковым монетам европейского тогдашнего союза, назывался он Латинский союз. Собственно, появились и монеты большого номинала, империал, ну в пару к полуимпериалу. Причем 5-рублевых выпускалось намного больше, так как и 20-франковые, а также аналогично им 20 лир, 20 песо и так далее. В Европе пользовались тогда, в 19-м веке, гораздо большей популярностью, чем монеты большего номинала. Так же и в России основная масса чекальки пришлась на 5-рублевые монеты и немного упускались империалы. Но слово это очень важное для нас и очень характерное для монетного обращения. Не червонец, как часто неправильно называют 10-рублевую монету, а именно империал. В дальнейшем, уже в первые годы правления Николая II, при очередной реформе, которая вошла в историю как реформа Витте, не только Россия перешла на сквозное денежное обращение, переравняв все монеты к единому стандарту золота. И теперь происходил свободный обмен золотых монет на серебряные, серебряных на медные, медные обратно на золотые и бумажные на золотые, или на серебряные, или на медные, без разницы. Впервые в истории. Но при этом сами золотые монеты потеряли треть своего веса. Если при Александре III империал, большая, тяжелая монета, весом 12,9 грамм, ну так же, как европейские, скажем, 40 франков, то при Николае II новый империал, новые 10 рублей, весят уже 8,6 грамма. По серединке, между 40 франками и 20 франками. Недаром появились монеты странного номинала, 15 рублей, 7,5 рублей, соответствующие, по сути, старому империалу и полуимпериалу, но только с новыми номиналами. Итак, бывшие 10 рублей Александра III стали после реформы Витте. 15 рублями в новой денежной золотой стопе, бывшие 5 рублей, теперь получили аналог в том же весе 7,5 рублей. И появилась монета нового веса, новая десятка, весом 8,6 грамма. Но к тому же появилась еще и некая такая сумятица в наименовании. С одной стороны, именно 10 рублей всегда назывались империалом, и название перекочевало на новые николаевские десятки. С другой, в документах новую 15-рублевую монету, аналогичную старому империалу, называли империал, ну или новый империал. И отмечали, что и новый рубль равен теперь 1,15 империала, а не 1,10. Таким образом, 15 тоже можно называть империалом, но только новым, аналогичным по весу старой десятирублевки. Ну а если мы говорим об ощущении людей, которые держали в руках ту и другую монету, или о коллекционерах наших дней, то, конечно же, надо сказать, что старая десятка Александра Третьего монета большая, красивая. Чем крупнее монета, тем лучше на ней видны все элементы изображения, тем лучше заметно разница между хорошо полированным, почти зеркальным полем и матированным прекрасным рельефом, надписями. И, конечно же, такая монета просто радует глаз, да и по весу она тяжела. Вот так старый империал превратился в десятку при Николае II, которую можно лишь условно называть в виде продолжения традиции империалом. Ну а в советское время появилась новая монета, червонец, но не был он равен червонцу дореволюционному, то есть дукату, а был равен как раз старой Николаевской десятке. А название червонец приклеилось к любым денежным знаком с номиналом в 10 рублей. Ну а сегодня есть возможность показать вам старый истинный империал Александра III с датой 1894. И, кстати, ведь значится их совсем немного, чуть больше тысячи штук. Но именно монеты 10-рублевые с датой 1894 все же время от времени да и встречаются. Во всяком случае в разы, а может в десятки раз чаще, чем империалы других годов, выпускаемых при Александре III. Почему так? Ну кроме того, что монеты старого образца, империалы и полуимпериалы, в значительной степени были просто переплавлены, изъяты из обращения и переплавлены. А 94-е, выпускавшиеся последними, конечно, могли немножко сохраниться. Но самое главное то, что в период проведения реформы, когда досыщение денежного обращения золотой монеты было уже крайне необходимо, то есть в 1895 и 1896 годах, уже при правлении нового императора Николая II продолжили выпуск старого империала с портретом Александра III, но только с датой старой, 1894. Таким образом, кроме официальной тысячи с небольшим штук, в 95-м-90-м году было чекание на несколько миллионов 10-рублевой монеты или старого империала Александра III с одной татой 1894. И попав в копилки, заначки или еще куда, эти старые империалы, хоть и в небольшом количестве, но на наши дни дожили. И сегодня есть возможность на них взглянуть. Итак, перед вами старый и новый империал, ну или точнее старая и новая монета с номиналом 10 рублей. Империал времени Александра III, 10-рублевая монета с весом 12,9 грамма. Аналогичная 40 французским франкам по весу. Очень красивое изображение, зеркальное поле, красивый рельеф, очень четкий и хорошо видимый на этой крупной большой монете. И рядом новая монета в 10 рублей, выпущенная после формы Витте. Такие монеты начали выпускать с 1898 года. Вес их меньше, 8,6 грамма. Именно к таким 10-рублевкам Николаевского времени, выпущенным многомиллионными тиражами, мы с вами и привыкли. Чем крупнее монета, тем лучше заметны все мельчайшие детали рельефа. Рельеф крупнее, выше, выразительнее. И, конечно, при сравнении старый и новый 10-рублевых монет, это очень хорошо видно. Смотрите наши выпуски, задавайте вопросы, всегда вам рады. До свидания.